Универсальные зарядные станции, которые пригодятся тебе и этой зимой. Те, кто готовились к прошлой зиме, кто пережили зиму. Много людей интересовались, новички начали узнавать сами и сделали для себя выбор. Многие до сих пор ищут информацию, судя по просмотрам других блогеров. Ну, людям требуется информация, потому что эта зима также будет и с блэкаутами, и со всеми этими моментами. Одно но, что мы не знаем, какой будет погода этой зимой, поэтому готовиться все равно нужно. Солнечная станция, зарядная, многие преподносят ее как универсальное устройство для всего. Для частного дома, для квартиры купил. Особенности те, кто продают блюетик, те, кто продают экофло. Это одни из дорогих раскрученных брендов таких вот систем. И сравнивают их некоторые, даже вот я смотрю в ютубе на каналах, сравнивают даже с гибридными инверторами. Устройство стационарное, которое ты покупаешь себе в дом, устанавливаешь его на стену, подключаешь к нему огромные аккумуляторы, литиевые там разные, ставишь на крышу солнечные панели. И люди сравнивают вот эту коробочку экофло с таким вот огромным инвертором, который реально твоя автономная солнечная система для дома. И они сравнивают экофло, говорят, ну, судя по возможностям, лучше, конечно, купить экофло. Вы должны понимать, что экофло, блюетти, вот это вот устройство Logic Power и еще много чего, что продается уже на Алиэкспресс и по более адекватной цене, это просто большие пауэрбанки с улучшенными возможностями. Какие улучшенные возможности? Это возможность подключения приборов на 220 вольт маломощных. В основном ты должен рассчитывать, что эта станция у тебя будет питать, например, твой роутер, Wi-Fi роутер, будешь ты запитывать смартфон заряжать, ноутбук, какие-то приборы 12-вольтовые, например, 12-вольтовое освещение в идеале. Есть 12-вольтовые лампочки уже с коннекторами, светодиодные специально для дома, для квартиры. Кстати, такие вот есть фонари уже, три вида освещения. Такой вот фонарь есть, с которым ты можешь пойти и светить, подсвечивать направленный луч или рассеянный, читать для чтения фонарь. То есть это те устройства, которые временные, которые имеют небольшую емкость аккумулятора по сравнению со стационарными домашними системами электроснабжения. Это временное устройство, от которого ты не сможешь долго питать холодильник, бойлер, об этом вообще разговоров нет, чайник, утюг. То, что много потребляет, от этого устройства ты не сможешь долго питать. Да, есть некоторые, которые дороже стоят. Есть возможность, там показываю тебе на видео, как подключил электрочайник и электрочайник закипел. Вот смотри, ты сможешь пользоваться, покупай. Так после этого он тебе не показал, что устройство разрядилось и после использования этого электрочайника один-два раза, ты больше ничего не сможешь делать. То есть ты закипятил чайник и все остальное время, пока перерывы, сбои с электроэнергией, ты просто сидишь и смотришь на это устройство. К чему подвожу? В этом году, когда уже есть все в наличии и уже много чего продается по доступной цене, выбирай от своего, так сказать, кошелька, что у тебя есть. Не стоит переплачивать за бренды раскрученные. Вот эти простые устройства, они также имеют эти же функции и также они имеют те же возможности. По сборке, по наличию качества использованных материалов внутри и элементов, примерно все одинаково. Также горят и экофло дорогущие, также горят и блюетти. Все это оно примерно одинаковое. Но есть фирмы раскрученные, которые брендованные, есть малоизвестные, может не в таких красивых корпусах. Может у него нету доступа Wi-Fi на смартфон, по блютузу, ты не сможешь с приложения зайти, какие-то настройки поменять. Но оно тебе надо, когда у тебя это все рядом. Ты можешь на кнопках все это дело переключать, включать и контролировать. Соответственно, также это все есть уже в Украине. Ты можешь заходить, приобретать уже на месте. Ну или же заказать с Алиэкспресс. На Алиэкспрессе также очень много различного. Там и отзывы сохраняются. Все, читай, люди пишут, получили, сколько идет, как оно работает. Ссылки я на подобное что-то оставляю. А ты там дальше уже по отзывам смотри и по цене приценяйся. Кстати, вот Logic Power, к ним есть солнечные панели. Отличный вариант для квартиры. Вот ты купил такой ящик. В зависимости от мощности, от емкости, что тебе надо. Чем больше емкость аккумулятора встроенного, чем больше мощность этого устройства, соответственно, ты больше платишь. Если будешь заходить по ссылке с консультантами, общайся, гарантия есть, они тебе просто расскажут. Ты скажешь, что тебе нужно, а он тебе подберет по мощности, чтобы ты просто не переплачивал лишние деньги. Смотрите, вот такая солнечная панель. Я уже вам показывал в одном из видео, наверное, летом. В чем прикол и удобство этого в дом, в квартире? У тебя солнечная сторона балкон. У многих так. Ты выносишь вот это вот устройство, солнечную панель, и развешиваешь ее на балконе. Специальные есть вот крючки. Все продумано. Качественные материалы. С этой стороны есть ноги. Если ты на природу выехал, ты можешь ее на ноги поставить. Или же на балконе, например, солнце у тебя светит прямо через стекло на балкон, или у тебя прозрачный балкон. Ставишь на ноги, устанавливаешь устройство, подключаешь эту солнечную панель к этой станции. И у тебя идет зарядка. Также к этой панели ты можешь подключить напрямую устройство. Есть разъемы USB и Type-C. И даже разъем есть. А, это для питания кабеля солнечной панели. Подключаешь USB и USB Type-C есть. Ты можешь напрямую подключить смартфон и зарядить. Или какое-то там устройство, также маломощное, с небольшой емкостью аккумулятора. То есть, это одни плюсы. Для квартиры особенно это плюс. Потом, в случае чего, скажешь, да зачем я буду покупать такое вот устройство, платить деньги. Да, перезимуем, а дальше как будет. А потом вдруг все нормально. А я деньги заплатил. Многие же так думают. Выкинул деньги. Оно тебе потом пригодится и дальше. Потому что это устройство мобильное. Это устройство не стационарное. Ты его взял, положил в машину и поехал. На дачу, на природу, куда тебе нужно. И у тебя, как вариант, есть 12 вольт автономные. Есть 5 вольт автономные. Все разъемы, все что возможно. USB, USB Type-C. Разъем для прикуривателя. 12 вольт преобразователь. Опять же, в 5 вольт. Или 12 вольтовое оборудование, подключаешь розетку. И у тебя есть на какой-то небольшой, недолгий случай использование маломощных приборов. У тебя есть две розетки 220. Дача, природа, палатка. Солнечную панель взял. И у тебя такая автономная солнечная система электро. Вот, для путешествий. Универсальный вариант, да, но не нужно рассчитывать на то, что у тебя вот эта коробочка запитает тебе весь дом, всю квартиру. Ты, как многие делают, розетку сюда, вилку и вилку в розетку в домашнюю. Такого делать вообще нельзя, потому что устройство сгорит. И его просто не хватит на долгое пользование. Ты должен это понять. Поэтому сравнивать вот эти вот устройства, портативные зарядные станции, как они называются, с стационарным гибридным инвертором, которому подключаются и панели, и все на свете, который может запитать весь дом. И даже ты можешь рубильник выключить в подаче городской сети в солнечную погоду, и у тебя весь дом будет работать от солнечных панелей. Ну, а потом от аккумулятора, когда все там подмешивание можно производить. Поэтому для квартиры, для таких случаев, когда ты не рассчитываешь на потребление всего дома, всех приборов, а на аварийные отключения, вот это устройство. Если полностью ты хочешь собирать систему дома автономную, то нужно рассматривать именно устройство для этого, а не портативное устройство. На сегодня все. Ссылки я оставляю и на солнечные панели, и на Logic Power в Украине, на Алиэкспресс. Заходи. Кроме вот этого, что я выбрал для себя, там есть с меньшей емкостью, с меньшей мощностью, соответственно, цена меньше. Звони консультантам и консультируйся по этому поводу. Полный обзор этого устройства я делал с тестами. Если надо, кому ссылку я в комментариях оставлю. Тест солнечных панелей делал. 60-ти ваттная, вот в данном случае. И есть у меня еще вот коробка 100-ваттная. 100-ваттная солнечная панель. Также она вот так красиво все в таком вот кейсе. И также там правдивые все характеристики. Всем удачи, до следующих видео.